Коксосмыка Добрый вечер, дорогие поклонники ночного русского радио в Екатеринбурге. У нас в гостях сегодня маленькая частичка табакерки. Между прочим, очень жизнерадостная частичка. Зовут этого мужчину Сергея Беляева. Он актер знаменитого театра Олега Павловича Табакова «Табакерка». Ну что ж, наверное, стоит немножко поговорить о русском шансоне. Тем более, что Сергей буквально несколько минут назад сказал мне, что этот жанр не так уж, в общем, далек от его натуры. Сергей, в этой связи к вам такой вопрос. Когда у вас первый раз возникла идея стать актером? Актером? Это очень сложно, я не знаю. Я никогда не мечтал быть космонавтом, я хотел быть водителем троллейбуса. Я вот садился в кресло и ездил вот так по маршруту какому-то, не помню, московскому. Вот так вот ездил, играл в это, играл в это, доигрался сейчас. Много лет работаю в театре, являюсь даже заслуженным артистом всей нашей России большой. Я почему спросил про актерство? Просто я считаю, что жанр русского шансона, вот те люди, которые исполняют эти песни, они в какой-то степени тоже актеры. Ну вот видите, наверняка, не все, далеко из них не все. Там уголовники, тот же Аркадий Северный, например. Он никакого отношения к этому не имеет. Поэтому они в своих песнях играют какую-то роль, они играют кого-то. Это правильно. Не было ли в вашей юности подобного? В юности-то было. Я просто хочу сказать то, что любая песня, это по сути ведь своей, это то ли небольшой рассказ, то ли небольшая пьеса. Естественно, человек, исполняющий ее, он, естественно, рассказывает какую-то историю. То есть я не имею в виду, естественно, вот какое-то, не знаю, современное направление музыки, там сложно какой-то найти сюжет хотя бы. Хорошей песней должен быть сюжет. Современные-то исполнители русского шансона, там, если взять Круга или Кучина, они такие сюжеты там закручивают, что дай бог любому драмтеатру. И по неволе они, естественно, являются актерами в данном случае. Может быть, вспомните какую-то историю. Где-нибудь там девочки-фонарики, там... Ну не настолько девочки-фонарики. Дворики московские. Нет, это был, я довольно-таки пожилой человек для этого. Это было давно, я же не говорю, что это было вчера. Я вот сам играть начал, считал, что меня девочки не любят, и как-то брат сказал, научишься брать баре, все твои. Ага, вот, кстати, о баре. Баре я научился быстро тогда брать, но девушки моими не стали все равно все. Сергей Беляев очень хорошо научился брать баре, потому что нам стало известно из его личного дела. Компетентных источников. Что он в свое время был дважды лауреатом конкурса «Песня года» в 89-м и 94-м году. И мало того, нашему земляку Александру Малинину написал известнейшую песню. Сергей, поясните, пожалуйста, какая это была песня и почему она все-таки? Эта песня, она просто называется «Забава», начинается «Мне осталась одна забава, пальцы в рот, веселый свист». Это на стихи, опять-таки, Сергея Есенина, написанной мной довольно-таки давно. Но у меня на стихи Есенина написана песня 25 где-то, востребованной Малининым две. Остальные пою сам иногда в тихом и уютном обществе. Я воспитанный на, извините, не к ночи будет помянут, «Дипепл», «Пинхлойд», «Лидзеплайн» и «Битлз» и также Александр Градский. Вот мы тоже на этом живем. Что на меня влияло как человека музыкального и композитор Рыбников Алексей, на мой взгляд, прекраснейший наш российский композитор. Вот это все на меня влияло. Естественно, из этого вытянул что-то, романс какой-то. То есть назвать то, что я в музыке выражаю романсом довольно-таки сложно. Это вот какой-то симбиоз. И знаю, это опять-таки, если говорить об актерстве, вот я чувствовал вот это стихотворение Есенина, как и все остальные там 25. И вот эта музыка из меня вытекала, она сопровождала вот мое восприятие этого поэта. Потому что считал, что «Клен ты мой, опавший, клен заледенил». Это неправильно, это не Есенин для меня, потому что это крайне отчаянный человек, суть по его образу жизни, естественно. Какая лирика? Сергей Есенин, он очень близок к русскому шансу. «Мне осталась одна забава». Нельзя. «Мне осталась одна забава». Ну, не может этого быть. Так что это не романс, это не знаю, симбиоз чего-то. В общем, как бы то ни было, можно как угодно называть эту песню. Романсом, не романсом. Все равно эта песня близкая к русскому шансону. Да. Александр Малинин там же. Там же близок, да. И Сергей Беляев, ну, просто рядом стоит. Просто рядом сижу. Насколько я понимаю, у вас была встреча на питерском радио «Русском шансоне», русский шансон называется так «Питерское радио», с их ведущими, у вас было с ними какое-то интервью. Если можно, вот скажите мне, пожалуйста, они вообще люди культурные? Питерцы? Да. Это ненормально культурные люди, поскольку, если к ним приезжает кто-то из Москвы, у них появляется какое-то такое «Ну, давайте, говорите». То, что они считают, они главные в России, у них столица-то. А это в пику, в пику. Да. И очень с ними сложно. Они такие подковыристые очень. Они затеяли там со мной игру. Ну, я должен, если я выиграл, я пошел бы бесплатно, по тем временам, вот сейчас это тысяча, раньше миллион рублей, должен был поесть в ресторане бесплатно, если я выиграл там что-то вот такое. Вот я выиграл, в конце концов, у них. Я их победил все-таки. И что, поели в ресторане? Поел очень много, очень много всего съехали. То есть не обманули? Нет, 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 нет. Повели, бесплатно накормили. Я с женой, с ребенком был, что самое интересное. Всех накормили. А говорят, шансон, блатата, вот это вот все, люди нечестные, ну и так далее, вот вранье это все уже. Если вот то, что мы называем шансоном, это единственное, что, по крайней мере, в моей юности вызывало во мне слезы, кроме Реквиема Моцарта, это вот какие-то вот эти песни. Я их, конечно, плохо помню, но вот что-то такое, проклен какой-то несчастный, кого-то он там березку любил. Может быть, гитару в руки возьмете? Гитару в руки, но я вот эту песню я точно не вспомню, я тогда еще, может быть, сейчас я попробую это, ну, назовем это, может быть, романсом. Гитара не совсем настроена, потому что не моя. Хотя я и не очень-то игрок такой большой. Это, как потом выяснилось, как выясняется, поешь-поешь что-то, вот особенно в юности, а потом выясняется, что это кто-то сочинил. Музыка-то, я думаю, народная какая-то, а стихи-то замечательного русского поэта Николая Рубцова. Народного. Да. Убитого любимой женщиной. Я забыл, что такое любовь, и под лунным над городом светом, столько выпалил клятвенных слов, что мрачнею, как вспомню об этом. И однажды, прижатый к стене, безобразием идущим по следу, а одиноко я вскрикну во сне, и проснусь, уйду и уеду. Поздно ночью откроется дверь, невеселая будет минута, у порога я встану, как зверь, захотевший любви и уюта. Побледнеешь и скажешь, уйди, наша дружба теперь позади, ничего для тебя я не значу. Уходи, не гляди, что я плачу, и опять по дороге лесной, там, где свадьбы когда-то летели, непрекаянный, мрачный и злой, я тревожно уйду по метели. Я забыл, что такое любовь, и под лунным над городом светом столько выпалил клятвенных слов, что мрачнею, как вспомню об этом. Никогда я не сомневался в таланте Олега Павловича Табакова подбирать себе таких же талантливых людей. Да, как у меня есть такое качество очень хорошее. Ну и что ж, последний вопрос, наверное, Сергей, к вам. Вот все-таки, может быть, вспомните какие-то имена людей, исполнителей песен русского шансона, которых бы вы уважали? Ну... Через песни, конечно, то есть я не думаю... А Розенбаум относится к ней? Конечно. Вот была у меня целая эпоха Розенбаума. Сначала у меня была эпоха Градского, это сейчас вышел вот этот диск на стихи Саши Черного. Вот что заставляет этих людей уважать их? Ведь в чем дело? Что такое музыка? Музыка это как и... Вот я от искусства как-то вот живопись отодвигаю в этом смысле. А любое, другой искусств, балет, музыка, театр, не знаю еще что, кино, ты погружаешься в какой-то мир. И настоящий художник погружает тебя в этот мир, ты в нем существуешь, тебе там нравится, ты веришь, что ты там существуешь. И все, что там происходит, это через тебя как-то проходит. Когда это мимо, это, так сказать, мимо. Вот. Слушая кого-то, что-то мимо. А вот Розенбаум мог, я говорю в прошедшем времени, к сожалению, на мой взгляд, мог меня даже вот заходить и к нам на огонек, куда-то туда увезти. И хотелось искать книги, где про это написано, читать бабели, там не знаю, что-то такое. То есть вам нравятся старые песни Розенбаума? Да, я новые. Сейчас, да, сейчас Розенбаум. Но у него есть, у него другие немного сейчас песни, у него очень много хороших песен там военной тематики. Ну, может быть. Афганской там вот какой-то такой. Может быть, но я уже не буду это слушать, вот так я сказал. Что ж, спасибо вам огромное, Сергей, за то, что вы согласились посетить нашу ночную кухню на Русском радио. Напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что у нас в гостях был Сергей Беляев, актер театра Олега Табакова «Табакерка». Огромное вам спасибо. Хочу вам пожелать удачных новых ролей, находок. И знаете еще что? Берите гитару в руки на спектаклях. Ой, либо это, либо это. Я вот как человек музыкальный, я в спектаклях практически не пою. Вот так получается почему-то. А может быть, было бы очень даже неплохо. Спасибо вам большое. Спасибо.